Друзья, ну вы только представьте, как начинается сегодняшний день. Это, я не знаю, с чем это связано, с детскими, наверное, какими-то моментами, но когда валит снег, елочки, все заметены, и прям новогоднее настроение включается максимально, а это всегда приятные, приятные чувства вызывает в человеке. Вы только взгляните, какая красота вокруг. Просто невероятно. И в такую погоду, конечно, прийти в уютный офис в 10 тысяч раз приятнее. Кстати, обратите внимание, елочки защищают нас от снега, поэтому здесь порожек чистенький. Это тоже большой плюс. Так, сейчас примерно 8 часов утра, я пришел специально пораньше, чтобы мастер Никита уже на месте, чтобы рассказать одну историю под названием наверное, самый страшный сон мастера. Или то, чего боится больше всего мастер. То, что все стараются избегать, и что периодически оно случается. Пойдемте, я расскажу эту историю, друзья. Всем классного дня, и надеюсь, что с вами такая же история не случится. Ну, а если случится, вы будете знать, как правильно с ней разобраться. Все. Добро пожаловать в компьютерную мастерскую в Happy PC в городе Белгороде. Погнали. Так, утренняя рутина. Это включить подсветочку. Это означает, что все хорошо. И, конечно же, боже, я мечтал о таких моментах, когда можно уют создать вот таким вот легким движением. Это вот ради этого стоит иметь офис с панорамными окнами. Бац! И он там тоже открыть парочку. И все это сразу плюс 100-500 к любому уюту добавляет. Ну, пойдемте. Пока никого нету, пока не набежали клиенты. Расскажем историю страшную. Историю жуткую, ужасную. И которую не пожелаешь абсолютно никому. Никто еще из инженеров не пришел. Кроме Никиты, потому что Никита пораньше обычно приходит. Ну, и вот его уютное местечко. И сам герой сегодняшнего видео, который... Смотрите, как уютно устроился. Во-первых, я тебе позавидую немножко. Рабочее место мечты, между прочим. На самом деле, да. Ух ты, у тебя тут даже такие серьезные... Ты записываешь ролик сейчас, да? Да, сейчас идет ролик конкретно на канал по чистке профилактики макбука А1466. Хочу гайд снять. Вот, красавчик. Но знаешь, с чем мы начнем? Мы начнем как раз таки... Не только ты главный герой сегодняшнего ролика, потому что главный герой сегодняшнего ролика это вот эта вот коробочка. Которую прислали с Китая. Ну, может, где-то около месяца назад. Причем прислали с тем, что, как говорится, попробуйте, покажите. Я за нее ни копейки не отдавал. Я говорю, ну, как говорится, без проблем. Давайте, если это здорово. Потому что как раз у инженеров у нас не было вот такой вот для тринокуляра камеры. И начнем сначала пару слов, скажет Никита, потому что он уже ей попользовался. Я, честно, не пользовался. Она пришла вот в такой вот упаковочке. Это Ultra HD 4K камера. Имеет HDMI, USB-шка. Что это такое? Проближение какое-то? Не знаю. Неизвестно. Мышка, USB-флэш. То есть какие-то фотографии, видео можно снимать. Самое главное. В комплекте у нее... Вот, а линза даже есть еще? Нет, это я уже сюда закинул. А, от микроскопа. Это да, это всякие крепления на микроскоп. Я сюда закинул. Давай буквально пару слов. Вот ты уже сколько? Пользовался, получается, парочку неделек? Да, пару недель, соответственно. Даже пытался снять что-то. Но здесь нужна специальная линза, для того, чтобы все у нас было хорошо. Здесь вот все элементы управления. В принципе, можно пользоваться всем тем, что здесь есть. Кстати, в комплекте есть пульт. А, серьезно? Да, пульт. Ну, я сейчас его даже не покажу. В общем, есть пульт, входы HDMI. У нас по USB ее можно подключать. Запись идет на основную флешку, то есть не microSD, а прям можно поставить полноценную флешку. А ты так и записываешь, да? И запись. Можно и так, да. Ну, вот как ты записываешь? Ну, я сейчас пока так, но ко мне идут комплекты HDMI и USB, чтобы я мог к компьютеру подключить и, соответственно, взять захват экрана UBS. То есть, вот таким образом. Картинка сразу будет лучше. И, в общем, всем все будет понятно. Даже можно использовать на стриме спокойно. С точки зрения эксплуатации удобства, ты просто ее включаешь, она выводит картинку на монитор, правильно? Да, если я подключаю через HDMI, да, она выводит картинку. Но, если вы не видите ничего, хотите что-то сфотографировать, этот индикатор, в принципе, все показывает. То есть, показывает, что включается. Нажимаю, значит, запись, она у нас включается красным и мигает, значит, идет запись сейчас. То есть, в принципе, ориентироваться можно даже по этому индикатору. Прикольно. Слушай, ну, мы можем, давай, так сказать, на наш китайский микроскоп закрепим, просто чтобы показать. Потому что я, честно сказать, сам всегда о такой штуке мечтал, когда мне, так сказать, китаец написал, я думаю, слушай, ну, это прям идеально, потому что она нам все равно нужна. Вот. Я, к сожалению, точно не могу сказать, сколько она стоит, но по ссылочке вы можете перейти и посмотреть. Потому что их разное, как говорится, множество. И, опять же, опыта у нас, работы с ним каких-то огромного нет. Это, по сути, первая такая вот камера, которая попалась нам на обзор. Вот. Ты подключил уже, получается, 12 вольт, да? Да. И она вот загорела синеньким. Секундочку возьму. У нас есть плата как раз в разборе. Сейчас мы все увидим. Переключаем на HDMI, потому что у нас через этот порт подключена камера и видим следующее. О, обалдеть. Теперь настраиваем фокус. На микроскопе. И вот таким образом сейчас все выглядит. Смотрите. Слушай, обалдеть. Обалдеть. Вот именно, обалдеть. На самом деле, качество меня поразило. Я просто... Это при том, что у тебя монитор даже тысяча, по-моему, 600, то есть не флажнишный даже. Да, да, да. И вот при увеличении, естественно, все в фокусе. Офигеть! Просто невероятно, на самом деле. Качество просто бомбичное. Слушай, я что-то даже не ожидал. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот. Вот таким образом можно настроить все, увидеть, я не знаю. Обалдеть. Даже можно посмотреть, тыкался ли кто-то называется своим мультиметром в этот кондерчик, да? Единственное, что. Сейчас, например, в самом конкретном микроскопе я вижу гораздо большую область. Вот. Здесь видно только микросхемку. То есть линза получается, да? Нужна специальная линза. Она заказана, она едет. Вот поэтому у нас тут вот такой вот... А, все понял. То есть в этом отношении это очень хорошее приближение сейчас, но чтобы более широкая картинка была, тебе нужна другая линза. Да, да, да. Окей. Собственно говоря, друзья, вот тут есть какая-то... Тут вообще даже модели на ней нет. Да, вот именно, да. Ничего не... То есть это прям ноунейм, ноунейм, вот, который китайцы почему-то хотят рекламировать, но будем тести... А, я в шоке. Модель ничего просто. Все, ультра HD камера. Ну, это прикольно. На самом деле мне это даже нравится, знаешь? Ну, это прям минимализм. Да, полный минимализм. В общем, Никита эту камеру тестирует. Будем держать вас в курсе, как она себя будет показывать. Но картинка очень сочная. Я даже так, так сказать, непрофессионально, на своем взгляде, на это смотрю. Вон спокойно читается маркировка микросхемы. Ну, это очень круто. Ну, почему мы начали с этой камеры? Не потому, что там его прислал китайцы. Ее нужно было прям срочно. Нет, у нас был абсолютно свободный вариант. А потому, что эта камера непосредственно стала главным героем происходящего. Да, я сейчас возьму Мишин стульчик, пока его нет. С его, скажем так, закадрового разрешения. И, Никит, давай, давай, поведаем эту историю, потому что... Начнем с того, как я это узнал. Ты мне звонишь и говоришь, Даня, нужно поговорить. Да, нужно поговорить. Когда мне так... Извините, что я перебил. Когда мне так люди звонят, и у меня сразу булки сжимаются, и я такой, да что опять-то не так-то? Что мы-то не так делаем? Ну, ты начальник, и ты привыкший получать вот такие интересные вести. Смотрите, я улыбаюсь не потому, что мне смешно и весело, а потому, что это нервно. Во-первых, то есть у меня был стрим, второй стрим, приходите на стрим, кстати, по воскресеньям. Да, канал HPPC Ремонт, там у нас Никитус главный, так сказать, руководитель его, и он подснимает сейчас для вас старается всякие крутые ништяки. Вот, такой момент. Значит, получается идет стрим, все хорошо, я заканчиваю, хотел под конец показать, какая ситуация с MacBook'ом, и естественно, под конец стрима у меня просто, я беру MacBook, я беру MacBook, его открываю. Этот момент на стриме, кстати, сохранился? Да, это сохранился, поэтому приходите на стрим в самом конце, моя реакция просто бесценна. Я такой понял, что у меня как раз появились какие-то дела, то есть я такой сразу, вот так, друзья, заканчиваю стрим, у меня дела, потому что я ни о чем другом не думал, мне надо было просто обмозговать происходящее. Блин, это сложно, мне даже так еще раз. Почему? Мы так и не рассказали, почему. То есть, естественно, я вот так сидел, сейчас вот я, соответственно, пользовательские данные, чтобы не увидели, я подключил там, хотел подключить белый экран, показать, в каком состоянии экран, потому что он был залит, он был с большим пятном воды, вот, и хотел показать, соответственно, хотел поставить, двигаю микроскоп, и камера просто берет и падает прямо вот на него. Твою налево! Да. Это не заставка, точно, ты нас не обманываешь? А, ну вот, да, друзья, это не заставка, это точно, она реагирует, как... Только еще не говори, что это какой-нибудь свеженький аппарат на М1 чипе. Это свеженький аппарат на чипе М1, поэтому экран здесь будет крайне дорогим, крайне сложно его достать, и это будет, в общем, большое приключение лично для меня, и большим опытом, который запомнит точно на всю жизнь, поэтому я боюсь уже эту камеру. Но это, кстати, отчасти моя вина, потому что я подключаю HDMI, видимо, когда двигаешь микроскоп, она немного расшаталась, и вот здесь вот это крепление, видимо, оказалось не совсем надежным. Ну, кто знал, кто знал, и она просто берет и падает при вот просто в движении. Все это зафиксировано, посмотрите на стриме, это какой-то просто кошмар, но я хочу снять про это прям отдельное видео, хочу снять прям со всеми, со всеми, со всеми такими деталями. Давай так, давай так, мужик, все, я понял то, что это боль, печаль. Мне скажи так, первые эмоции, когда ты понимаешь, что ты на клиентский MacBook на M1 разбил экран? У меня сразу просто белый, белый экран, такой же здесь черный, у меня белый вот так перед глазами, я понимаю, что все, и у меня, я сразу понимаю, что это M1, я сразу понимаю, что это будет боль в поиске, я понимаю, что это так хорошенький удар по карману, в общем, будет весело. Я просто молился, чтобы были хорошие клиенты, которые будут все понимать, и вы не представляете, какие же классные клиенты оказались. Самые адекватные, понятливые, я им все показал, рассказал, они все это приняли, готовы ждать. Так, давай по чесноку, первая мысль у тебя была такая, хоть бы на стриме это не было понятно, и мы об этом не скажем, быстро заменим. Конечно, конечно, я боялся, что все, сейчас это, я думаю, народ, я разбил, там как бы видно, но не особо, они видимо все, там было человек 150 на стриме, они все такие, как бы, не заметили что ли, я такой думаю, ну ладно, короче, думаю, сейчас объяснять, что-то рассказывать, сейчас вообще не до этого, быстро выключаю стрим. Я сразу клини, я такой пишу, так, короче, у меня дела, блин, это надо видеть, это реально, это надо видеть. ты краешку моментом показать можешь? тут есть? Чисто краешек, давай, так сказать, чуть-чуть спойлера, чтобы людей заинтриговать, вот, что, блин, но честно сказать, я признаюсь, вернее, не то, что тут признаваться, у каждого мастера бывают похожие фейлы, вопрос их цены, вопрос их действительно цены, потому что, опять же, наша мастерская далеко не идеальная, и поверьте, вероятность того, что вдруг какой-то из мастеров убьет ваш агрегат полностью рабочий, который пришел на профилактику, она хоть и маленькая, но есть, это случается раз в сто лет, но случается с каждым мастером, вот, в том или ином объеме, то есть, где-то что-то случайно, не хотел, это же, это же, где этот момент? Так, смотрите, вот сейчас, я, получается, о, нифига, 2 600 ты на донате, видишь ты, блин, смотрите, вот я его держу, специально так, чтобы никто ничего не видел, видите, я хочу его убрать, да, вот сейчас я ввожу данные, так, 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 сейчас, терпение, терпение, белый экран, я хочу ввести, чтобы мы увидели, все хорошо, понимаете, когда ты видишь свою ошибку, и вот эту проблему, и она заснята на камеру, каждый раз, ой, 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 мужик, просто, я, я тоже смеюсь от нервного, друзья, вот вы посмотрите, посмотрите, вот-вот оно осознание того, что все, это конец, вот оно, вот оно это лицо, и я такой, типа, ни к чем не бывал, потому что я был в небольшом шоке от происходящего, блин, слушай, уровень невезения просто тотальный, это, знаешь, когда ты долго прокачивал графу невезения, и тут она это, ультанула, ультанула, блин, это и смешно, и больно одновременно, но, 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 есть положительный такой момент, для клиента это точно, потому что будет новый экран, а соответственно у нее вот это пятно залития будет уже отсутствовать, то есть она получит в принципе хороший аппарат, и это самое такое приятное, что есть из этого, из этой истории. Но, еще я хочу подчеркнуть, друзья, потому что вот такие ситуации, еще раз говорю, они случаются, shit happens, помните, как у Форста Гампа он футболки потом продавал, вот, то что, ну, вернее не он продавал футболки, а, так сказать, идею подкидывал, то что действительно всякая ерунда происходит, вопрос в том, то что как ты к ней кнушишься, как ты эти вопросы решаешь, решаешь, самое сложное в этой всей ситуации, это, я так скажу, какие-то потери. Самое сложное в этой всей ситуации, действительно, дать обратную связь клиенту, то есть представьте, Никите приходилось позвонить клиенту, сказать, здравствуйте, вы притащили, на как, кстати, что у него за проблем было изначально? Изначально он был залит водой, повезло, вода попала, то есть на чистку? Да, на плату не попала, но сильно попала на экран, и, соответственно, переживали, его сразу надо было посмотреть, осмотреть, все ли хорошо или нет, в общем, вот с такой проблемой пришел. То есть, и Никита сказал, все хорошо, друзья, у вас там, как говорится, залитие как бы не критичное, но есть одно но. Да, есть одно. Я разбил вам экран на вашей прошечке. Просто я сказал, что произошла нелепая такая досада. Я не знал, как сформулировать слова, я просто говорил, и, в общем, клиент оказался просто максимально понятным. Я видел, там приходил барышня и парень, да? Да, и парень, они потом просто пришли, посмотрите, потому что я на моих, видимо, словах, они немножко испугались, такие, не, все понятно, все хорошо, мы даже с ним, типа, снимем видеоролик, поэтому клиент успокоился, она говорит, типа, все хорошо, но они все-таки решили приехать и посмотреть. Они вообще думали, я ему так открываю, показываю, говорю, вот, вот, смотрите, они приехали посмотреть просто, что за дела. Они видят такие, ой, мы думали хуже. Такой в смысле, куда еще хуже? Они говорят, а мы думали, тут и корпус помят, и все, кнопки раздолбанные, ну, в общем, и, короче, оказалось, что все хорошо. То есть, им это, в принципе, вот настолько адекватные люди, что они такие, ну, в принципе, это не страшно. тогда ладно, ты все-таки счастливчик. Ты все-таки счастливчик в этом плане. Самое, что, конечно, друзья, вот такая ситуация произошла, это реально самое страшное. Уже, понятное дело, пару дней с этого момента прошло. Это позавчера было? Нет, стрим в воскресенье. Ну, сегодня третий день прошел. Ситуация, как говорится, уже пережилась, самый такой момент кульминации, когда ты это должен клиент объяснять. Но, действительно, самый главный сложный момент, это то, как с клиентом ты общаешься, то, как ты потом эту проблему решаешь. И еще раз говорю, очень здорово, то, что сейчас Никит как раз-таки ведет канал про ремонты. Соответственно, это идеальный момент, чтобы там про эту ситуацию показать, рассказать, и там будет полный ролик. Более того, я так помню, ты сказал мне за кадром то, что они разрешили использовать запись их разговора. Да, да, да. И опять же, там запись, большая проблема. Но я знаю, что как бы небольшой будет видеоролик о том, как мы это будем все отдавать. То есть, контакт с клиентами будет. Отлично. Отлично. Поэтому, друзья, эксклюзивный абсолютно контент. Не знаю, на YouTube есть такое еще или нет. Вот когда мастер убивает, сколько, кстати, такой ноутбук стоит примерно? На M1 сейчас, ну, тысяч в России, где-то тысяч шестьдесят. А экран сколько? Наверное, под сорокет, наверное, я думаю. Если брать чисто оригинал, там с разбора, это где-то около сорока будет. Просто в шоке. Экран больше половины стоимости ноутбук. Проще, по-моему, забрать его на запчасти, взять себе другой мужик. Это да. Есть такая зерно-правда. Ноутбук. Все. Вот на этом, друзья, это история. Давайте мы вдвоем с Никитосом утренние, так сказать, эти, жители HPPC посмотрим. Такая ситуация могла случиться с каждым. Что в этом действительно супер страшного нет. Главное, чтобы грамотно объяснить клиенту то, что мы криворукие кривожопые. Да, но которые все исправляют потом со собой. Да. Поэтому, друзья, если вдруг хотите прислать ваш макбук на ремонт, Никита всегда готов его принять. Разбить и починить обратно. И починить обратно. В этом случае, да, это действительно будет выгодно. Но ничего, вот так вот и развивается, как говорится, мастер, когда запоминает эти моменты на всю оставшуюся свою жизнь и ему будет чем рассказывать истории. Опять-таки, такие истории у нас уже случались. Всегда, я хочу подчеркнуть, потому что они в любом случае всегда решаются в сторону клиента, все компенсируется, никаких моментов переживаний нету. Это когда мастер начинает исчезать после того, как навредил. Нет, мы отсюда, друзья, никуда не исчезнем, только если нас отсюда физически сами не выпихнут. Вот, до тех пор мы тут уютно сидим с вами. Все, Никитас, спасибо тебе огромное, что поделился. Еще раз, мужики, ссылочка, переходите на канал, подпишитесь заранее. Через сколько примерно ролик будет? А, это не скоро, когда экран будет, да, то есть это может быть еще неделями тут сейчас какие-то моменты, но заранее подпишитесь, чтобы просто не пропустить, потому что это будет шедевр, я считаю, и Никитасу нужно поддержать хотя бы так. На следующем стриме открывает сбор на матрицу, на макбук. Мужик, как-то так, да. Ну и вот такую вот камеру вы посмотрели, ноунеймовскую, китайскую, я честно сказать, ну хорошо, что все четко, пусть трудится, показывает, так же будем держать в курсе, если она вдруг умрет вот на ровном месте, то вы хотя бы об этом будете знать, а пока что вы должны понимать то, что мы потихонечку развиваемся, то есть у каждого мастера я очень бы хотел, чтобы была такая возможность какой-то подзаписи, подсъемки, и тогда получится идеально. Ну и Никита, суперкружок чувак с точки зрения качества, то есть он старается на полную катушку, и это он вел моду на не теряющие стаканчики, не теряющие винтики, то есть стаканчик, стаканчики, который не теряет, это особый тип, скажем, мастера утонченного, назовем так, все, Никитас, ладно, давай, а то я тут могу долго болтать на эти темы, 16 минут наснимали уже, ролик, все, полное видео, вот такие вот, вот такие вот пироги, друзья, я сегодня жду, так все, Никитаса не отвлекаем, я жду оператора, и, чтобы снять, вот про этот вот, Thunder Robot, агрегаты, которые заполонили просто уже, рынки, ой, не рынки, господи, магазины розничные, и все больше и больше, которые появляются, вот такая вот семнашка на огромном тачпаде, буду про нее рассказывать, это тоже отдельный ролик выйдет, пока что все, день рабочий начинается, кстати, посмотрите, как тестирую ноутбуки, просто, если мне нужно протестировать, не вылетает ли синька у людей, вот бывает, что люди говорят, ну синька вылетает там через несколько часов, просто так, на ровном месте, вот выключаешь таймер на ютубе, и ждешь, и смотришь, вылетел, тут на 24 часа был таймер, вчера включал, тут на 48 часов был таймер, тоже вчера включал, комп не перезагружался, все работает, это все на ютубчике, кстати, вот такой вот удобный лайфхак, все, всем прекрасного дня, уютного, друзья, настроения, и пусть у каждого из вас, в душе, это настроение новогоднее, сохранится, максимально долго, вот, желательно до следующего, нового года, целый день, друзья, прошел, мгновенно, просто вот так, вот, очень много было дел передел, но, напоследок, в рамках сегодняшнего ролика, я вам покажу, то, что будет завтра, спойлер, шикарный, мощный, огромный, жаркий, дорогущий, в общем, все, как любят те люди, которые любят смотреть на вещи, которые недоступны многим, в данном случае, это видеокарта, друзья, мы все их любим, посмотрите, что прислал Гигабайт, это 4080, ТРТХ, Никитус, ты на 4080 уже хоть что-нибудь собрал? Нет, я один раз на 4090 только собирал, блин, короче, мы тут просто, белгородские, эти, бомжи, 3080, 3090, но это вот такие вот сборки, ну, в общем, да, на самом деле, на 4080 мы еще не собирали, у многих уже, конечно, такие сборки есть, мы идем своим, так сказать, темпом, и сейчас вот выдалась такая возможность посмотреть на 16-гигабайтную вот эту вот красотку версию, завтра мы ее затестируем, что на себе представлять, честно сказать, нужно лишь догадываться, но и тем и оно интереснее будет, интересно, нам можно будет разобрать или нет, вряд ли, наверное, нам разрешат, вот в качестве обзора, но все-таки, посмотрите, какая огромная коробка, с чем же ее сравнить? ее сравнить, блин, монитор на 27 дюймов, это просто, блин, либо вот коробка, от 40-90, тоже от гигабайт, но это 40-90, я просто в шоке, друзья, просто в шоке, самое интересное, что вот 40-80 есть, а у нас же, вы прекрасно помните, у нас есть 30-90, видюшки, которые там на розыгрыше, несколько штук, друзья, кстати, ссылочка в описании есть, и которые есть на продаже, так что мы сейчас сравним, допустим, с каким-нибудь, а, подожди, Жень, а там сравнить можно лоб в лоб, или нет? Или там просто обзор? Гиги, я им предложил, скорее всего, можно будет, в общем, если, гигабайт с гигабайт, а, у нас есть гигабайт, а, вот, у нас гигабайт с гигабайт есть, точно, точно, поскольку эту видюшку прислали на обзор, их иногда не разрешают сравнивать, так сказать, с конкурентами прямыми, вот, но с гигом можно, да? Думаю, вот, да, если что, с 3090 именно по производительности, ой, сравним, чуть не уронил телефон, я думаю, это будет действительно интересно, вот, поэтому я в предвкушении завтра вот этого вот момента, такой видюшки еще не смотрел, ну, и покажем ее производительность, то есть, ну, и плюс 3090 тоже гигой сравним, спасибо, так сказать, ребятам, что вот такие штуки засылают, это очень прикольно, интересно, и полезно, надеюсь, прежде всего, вам будет Никитос, что сказать, в пату мы сегодня, крутили, вертели, никто сборочки собирает одну за одной, без этого никак, ребята тоже трудятся, а у нас сегодня, вон, семейный будет, так сказать, ужин, две моих сестры, старшая, младшая, посмотрите, на какой я больше похож, родные они, не родные, никто не знает, красотулечки, красотулечки мои, сейчас пойдем, так сказать, Лизка завтра уезжает, нам нужно будет душевно посидеть, поэтому мы оставляем всех мастеров, вон, так сказать, когда Саня в офисе, мы не переживаем, потому что, я уже который раз уезжаю, биг босс, в здании, вот, так что так, все, батья в здании, спасибо, что посмотрели, до завтра, завтра будет большое, и мощное, под названием, мастер, спасибо, что были с нами,